Вот вы сейчас услышали отношение власти к нашей проблеме, по отчету, который проделал председатель Киреша Милипирка Василия Абдураимов. Все выступающие должны сказать свое мнение по этому поводу, что будем делать дальше, у кого-то может возникнуть мнение. То есть, лаконично, регламент у нас 5 минут. Сейчас будут выступать председатели организации, вошедшие в Крымско-Татарский народный фронт. Первым словом дается Рустему Халилову. Приготовьте кемалаган ку-ку. Время показало правильность принятого нами решения 28 января 2012 года об образовании Крымско-Татарского народного фронта. Некой такой равноправной дискуссионной площадкой явилось это формирование, благодаря которой мы за столь короткий период, на мой взгляд, подняли из глубин забытия на уровень как Украины, так и международной общественности жизненно важной для Крымско-Татарского народа проблемы. А именно вопросы реабилитации народа и восстановления их прав на собственной исторической родине. При наличии отсутствия ресурса мы сумели донести практически до всех структур государственной власти в Украине и Крыме о целях и задачах нашего объединения. Хочу пользуясь возможностью выразить благодать всем участникам фронта и особо за организационную техническую поддержку нашим коллегам из Милифиха. Практически, да, практика показала, что работа подобного образования руководителя общественных структур позволяет услышать друг друга, объединить усилия в деле решения общенародных проблем и задать. И самое главное, населяет надежку нашим соотечественникам. Среди народа начинают прорастать ростки доверия, во-первых, инициативам, во-вторых, инициативникам. Все это практически было утеряно за последние 20 с лишним лет. Я имею в виду доверие народа. Не буду сегодня искать виновную. Частично это произошло по объективным причинам. Ведь наш народ совершил и совершает невозможное без жизненно важной поддержки государства. Самостоятельно вернуться и возвращается за свой счет, обустраиваясь на своей родине. Но есть причины, на которых я хочу заострить свое внимание. Казалось бы, при наличии выстроенной на всей территории Крыма народной структуры, я имею в виду систему национального самоуправления, объединяющую в себе тысячи наших соотечественников, и которая в равной степени несет ответственность перед народом за его не только социально-бытовые, экономические и коммерческие вопросы, но и политические вопросы, касающиеся спасения и сохранения крымских татар как народа. Проявили себя недееспособными и заангажированы эти структуры. Ведь главной задачей народного фронта было донести до народа идею самосохранения, нас как народа. А именно первым и важным шагом, на мой взгляд, на пути строительства к своей государственности и являются поднятые нами инициативы принятия Украины законов о реагеритации и восстановлении прав крымско-татарственного народа. Но, к сожалению, уровень политической грамотности и осознания важности этих инициатив представителями национального самоуправления, да и депутатами городских и районных советов из числа крымских татар оставляли желать к лучшему. Патриотизм в широком смысле слова не заканчивается только организацией песен и плясок. Хотя я не отрицаю это. На мой взгляд, в народе есть первоочередные жизненно важные проблемы, нерешенные, которые могут привести к исчезновению нас, как крымских татар, как народа. Я, в общем-то, заложил в своем небольшом докладе основную мысль. Наше объединение является примером для всех крымских татар. Кто бы на какой должности не состоял, кто бы какой ответственность на себя среди людей не врал, Но оказалось, что меркантильные интересы превалируют в нашем народе. То есть, не выходя за свои четыре забора, пытаются дождаться каких-то выигранных побед, я не знаю, той или иной структуры. Мало того, меня удивила эта истерическая пропаганда руководителей Мечлиса, которые в начале формирования объединения нашего фронта начали противопоставлять изначально, как будто бы мы выступаем с идеей смены власти и так далее. Мы критиковали их работу и будем критиковать до тех пор, пока они сидят и имеют властные полномочия. Любой чиновник, любое ответственное лицо, депутат, являясь, он получает от крымских татар полномочия и ответственный за них, и должен отречать за эти использование этих полномочий. Как вы видели, несколько было с нашей стороны инициатив. Первое, это, мы уже говорили о восстановлении прав и о реабилитации крымско-татарского народа. Стена молчания, как от властных структур, так и истерия от собственного представительного органа. Далее, я хочу затронуть и другую часть наших инициатив. Это оставшихся сотни тысяч наших соотечественников в Узбекистане. Как вы видите, там тоже происходят процессы. Там мы нашли нормальных людей, которые начали честно излагать свои чайные. И это вывелось уже в разработку, и уже даже, будем говорить, у государственных структур Украины есть проект, над которым они обязаны будут работать. Вы, если читаете газеты, сайт Милиферха, там полностью подробно все излагается. Еще инициатива, которая буквально полтора месяца как начала звучать. Эта инициатива касается каждой крымско-татарской семьи, которая застраивается на своей исторической родине. Вы, наверное, слышали о создании нового движения «Защитим свой дом». Так вот, я вам хочу сказать, наша задача не только создать некое движение, но и подтолкнуть вот эту огромную массу созданных нами самоуправлений, чтобы они начали должным образом работать на свой народ. И здесь присутствующие представители конференции Народного фронта, я хотел бы, чтобы каждый, выезжая к себе на места, просто собрался бы на улицах, в селах, я не знаю, в межлицах, и чтобы активнее начали участвовать вот в этих движениях. На мой взгляд, мы сами должны первые осознать серьезность сегодняшнего положения крымско-татарского народа, и после чего уже, я думаю, что объединивши все, мы начнем получать те результаты, которые пытаются дождаться Украины или Крыма. Спасибо за внимание.